Ну а нам свое робить. У нас на нашей территории больше 300 тысяч вооруженных россиян, которых надо уничтожить. Вот планы заложного, планы Генштаба, они направлены на то, чтобы уничтожить российскую армию, чтобы ни один российский солдат не вышел с нашей земли, чтобы он ее здесь удобрил. То есть вот эти 300 тысяч, чуть больше 300 тысяч человек, начнем, вернее, продолжим перемалывать, что мы и делаем. По вашим оценкам, может ли быть до конца осени, скажем, освобожден юг? Ну юг будет освобожден, наверное, до конца лета, не до конца осени. Нет, это вот время 2-2,5 месяца до конца лета мы однозначно будем заходить, подходить или зайдем уже в Крым. Это как минимум, потому что само движение, если начнется, после того, как мы сточим передний край обороны противника, начнется движение по оперативному простору, это выход в Крым. Там уже как будем заходить, какими маршрутами, какими механизмами, об этом уже позаботится Генштаб. И силы обороны Украины, все же силы будут участвовать не только в ВСУ, у нас еще несколько родовидов есть, которые участвуют параллельно с ВСУ, то есть силы обороны Украины. И вот они будут выполнять такой комплексный план по освобождению Крыма. Это будет к концу лета, это точно. А уже осенью у нас есть возможность, если все-таки удастся подтянуть самолеты и дальние ракеты типа Атакамск, у нас есть возможность освободить Крым, Горный Крым, зайти и на Донбасс, в том числе, это тоже те же горы. То есть весь вопрос именно в этих возвышенностях донбасских, которые очень сложно без авиации, уж точно сложно без авиации будет освобождать. То есть, если подойдет авиация где-то в районе сентября, то мы до конца года можем выполнить задачу выйти на госграницу и закрыть Гильштальт 2023 года. Это было бы прекрасно. Знаете, шутка Яна Валетова в этих дни, это то, что черный лебедь в виде пригожанной для Путина оказался просто черным петухом. Будем надеяться, что настоящий черный лебедь, это для них будет генерал Залужный. И все, что вы сказали, все эти сроки, собственно, для них и закрыт Гильштальт.